недавно с нами случился интересный опыт к нам обратились заказчики с просьбой сделать дизайн проект и ремонт за три с половиной месяца при ограниченном бюджете естественно чтобы было красиво и что же вы думаете мы взялись и сделали не может быть вот она эта квартира напечатана в этом замечательном журнальчики который вы сейчас увидите и это то про что я сейчас расскажу на примере этой квартиры я поделюсь с вами нашими знаниями о том как можно делать быстро недорого и красиво я уверен что это поможет вам дорогие зрители тем кто купил квартиру в новостройке ждет ключи и собирается сделать красивый ремонт а ремонт будут делать абсолютно все потому что квартиры сейчас сдаются в голом бетоне заходи и делай что хочется что называется а вот что делать непонятно мы все с вами понимаем что сейчас ремонт делать дорого мы с вами понимаем что все хотят жить красиво удобно так вот смотрите и слушайте на примере этой квартиры буду рассказывать делиться своим опытом пусть это вам поможет итак первое о чем мы стали думать это о том что нам сделать и придумать такое чтобы это было несложно и быстро в реализации именно строительными руками какое здесь решение да очень простое это ровные потолки без всяких ниш подсветок сложных световых конструкций это простые ровные стены причем ровные буквально вот как от застройщика они есть ровные так и есть то есть это не выравнивание как у нас вот любят прямо вот буквально в ноль все вывести совершенно нет это достаточно такая вот ну кривовастенькая стена главное чтобы глаз не замечал вот этих всех неровности чуть-чуть подровняли да и все собственно говоря пол тоже однородные везде по всей квартире и без всяких чудес там без всяких сложных вырезаний плитки и так далее и тому подобное таким образом мы создали некую оболочку которую начали насыщать предметами интерьера то есть мебелью декором и на этом строить собственно наш дизайн то есть я хочу сказать о том что мы смогли существенно сэкономить на строительных работах ну судите сами можно сделать потолок просто ровный и сделать на него накладные светильники это делается во-первых быстро во вторых ну не так уж это и дорого а в другом случае мы можем делать потолок с какой-то нишей для подсветки так вот эта ниша для подсветки это удержание работ просто потому что нужно дольше возиться вот с этой вот самой нишей плюс установка светильника плюс чуть больше материала ну естественно на все это нужно потратить больше времени а у нас нету ни времени да и денег особо тоже нет поэтому мы отказались от всего от этого и стали делать максимально просто следующее мы не стали выравнивать стены то есть не то чтобы ниши какие-то в этих стенах делать а даже выравнивать их особо не стали просто потому что для нас это не самое важное в этом интерьере то есть мы старались отвести взгляд от стен и сконцентрировать все внимание в центре комнаты на предметах интерьера поэтому мы не смотрим на стены а раз мы не смотрим на стены зачем их выравнивать вот представьте сколько денег мы опять сэкономили во первых на строительных материалах это же нужно все покупать вот эти все смеси которыми выравниваются стены мы сэкономили на строительных работах потому что не нужно это все выравнивать там уголки прикладывать смотреть чтобы угол был ровный а потом же это все еще и сохнуть должно то есть это так называемый технологический процесс который съедает время получается что первым пунктом мы сэкономили очень существенно время и деньги на строительных работах поэтому если вы хотите делать дизайнерский ремонт то старайтесь избегать дорогих строительных решений они должны быть самыми простыми как в этом интерьере вот если мы посмотрим мы посмотрим на комнату это просто ровные стены просто ровный потолок и однородный пол даже на кухне тот же самый материал что и во всем помещении но здесь есть еще и другая причина почему здесь единый материал потому что я не очень люблю например делать паркет в комнате плитку на кухне но вот если это одна комната потому что в таком случае эта часть выглядит просто заплаткой ну то есть другой материал это уже как какая-то заплатка она выделяет эту зону делит комнату пополам ну в общем визуально это не очень красиво если мы посмотрим на комнату спальню то здесь самое сложное это нарисовать цветной квадрат на стене но это из самого сложного на самом деле делается очень просто клеится малярный скотч по периметру и закрашивается в другой цвет этот квадрат все остальное все что вы здесь видите это мебель и декор собственно за счет которой строится сам дизайн в ванной комнате это простая плитка керама мараться она небольшого формата с другой стороны это просто шкаф прямо на который навешивается сантехника это крашеные стены и собственно говоря все зато все внимание у нас концентрировано на одном предмете это раковина интересной необычной форме на которой кстати нам тоже удалось существенно сэкономить мы купили не готовую вот эту вот мебельную сантехническую конструкцию которые обычно дорого стоит это отдельная тумба которая продается как тумба на которую мы отдельно купили опять-таки же недорогую раковину и сверху ее поставили плюс смеситель у нас получилась конструкция очень недорогая но очень эффектная детская комната это всего лишь покраска и color блок так называемые это тоже цветная стена плюс мы украсили декором виде детской картинки и плюс интересные фотографии и просто два накладных светильника вот собственно и все так за счет чего же случился дизайн за счет чего получилось сделать его быстро недорого чтобы дизайн смотрелся вкусно я всегда говорю что хороший дизайн это идея в основе должна лежать интересная идея и история этого интерьера ну а если к этому прибавить еще и существенный бюджет то есть деньги то получается шедевр в нашем случае такого не случилось деньги конечно были но они небольшие поэтому идея важно как никогда должна быть идея сам по себе интерьер складывается из двух составляющих это идея и композиция то есть это обязательно должно присутствовать если мы хотим получить такой классный результат поэтому вот об этих двух понятиях нужно озаботиться и вот я рассказал как можно экономить на строительных работах то есть просто отказываемся от всего дорогого от крупноформатной большой плитки от рек на стенах от мелкой мозаики от сложных осветительных конструкций которые нужно встраивать в потолок ну то есть это можно делать но вы должны понимать что каждая допустим стройка светильника это удорожание и это затяжка по срокам вот в нашем случае в этом проекте например хозяйка захотела во что бы то ни стало сделать шинную систему в гостиной хотя мы ее отговаривали и говорили что это долго дорого не нужно этого делать можно просто накладные светильники вот как в холле например мы сделали здесь накладные светильники прекрасно смотрятся и не нужны никакие шины это дешевле быстрее и смотрится здорово от всего этого надо отказываться если мы хотим делать быстро заказчики хотели минимализм но просто голый минимализм делать получится холодно не интересно как-то искусственно на мой взгляд поэтому нужно всегда добавить какой-то перчинки в нашем случае отправной точкой стала вот эта замечательная картина художника алексея алиева она нам задала определенный тон и стала таким знаете для нас художественным образом художественный образ получился у нас немножко этническим с нотками такими африканскими которые мы перенесли в интерьер и соответственно мебель подбирали исходя из этого декор подбирали даже растения это все поддерживает наш художественный образ по сути своей здесь остался минимализм но минимализм с такими как я уже сказал этническими нотками это и дает тот интерес дизайну давайте здесь посмотрим на гостиную на ее примере я расскажу чем мы руководствовались и как складывался дизайн как я сказал мы оттолкнулись от картины она достаточно большая висит за диваном здесь и вот видно очень хорошо в нашем интерьере и это главная фокусная . можно даже сказать центр композиции все остальные элементы должны поддерживать и усиливать эффект от этой картины это мы уже к вопросу композиции с вами подходим в этой гостиной у нас есть три зоны первая диванная там где диван с телевизором вторая столовая и третья кухня все это в одном пространстве и я себе это видел следующим образом кухню как очень большой объем нужно скрывать но во-первых нечего ее выпячивать и поэтому здесь кухня простая во всю стену в одну линию и она собственно сливается с цветом стен и в какой-то степени становится невидимой но кухня если так разобраться то это такой ну аля цех по приготовлению еды и нечего его выпячивать что называется поэтому мы ее немножко скрываем во вторых это слишком большой объем который будет очень серьезно доминировать в интерьере а это ни к чему все-таки главное у нас это картина диванная группа затем столовая поэтому лучше там концентрировать свое внимание поэтому кухню скрываем что это нам еще дало это нам дало серьезную экономию потому что мы не стремились купить самую прекрасную красивую дорогую кухню а мы ее делали максимально простой с максимально лаконичными фасадами и я считаю что вопрос экономии тут тоже очень важен но тем не менее она хорошая качественная и даже симпатичная следующая у нас столовая зона это круглый стол стулья вокруг и вы видите буфет за этим столом этот буфет продолжение кухни на самом деле потому что как обычно делают кухни большими чтобы на них было удобно готовить иногда с островами чтобы было еще удобнее готовить но здесь острова нет и здесь нету дополнительного заворота кстати заказчики хотели сделать у кухни поворот но знаете как г-образная кухня вместо этого я очень долго отстаивал идею вот с этим буфетом почему потому что это позволило нам во первых существенно облегчить композицию то есть если бы здесь появился угол от кухни то есть угловая кухня это было бы некрасиво было бы тяжело во вторых мы очень серьезно сэкономили бюджет потому что кухонный гарнитур это дорогое мероприятие хорошая столешница на кухне это дорого вместо этого мы поставили буфет который купили на сайте лари дуд если вы не знаете запишите всего лишь за 70 или 80 тысяч рублей что-то такое отличный комод он еще стал такой красивым пятном в интерьере и решает задачу расстановки дополнительных всяких кухонных важных вещей там чайник там может кофемашина поместиться там тостер стоит там стоит пароварка там хранение посуды бокалов салфетки дополнительные полотенца столовые приборы все находится там и при этом он выглядит красиво он выглядит как отдельно стоящая мебель которая поддерживает столовую группу вот это опять вопрос дизайна и это еще один лайфхак как можно сэкономить деньги и даже сделать красивее чем могло бы быть но сами представьте либо угловая кухня вот просто она стоит в углу сразу привлекает внимание и это просто кухня цех по приготовлению еды либо вы ставите красивый предмет мебели в данном случае буфет он просто украшает интерьер и экономите деньги на этом отдельно стоящий буфет дешевле чем делать дорогую какую-то кухню с каким-то поворотом вот записывайте такой совет себе в копилку кстати обратите внимание на буфет здесь фасада у него выполнены в виде реек это было одно из пожеланий заказчиков нам очень нравится рейки мы хотим их использовать в интерьере честно говоря мы сами не очень любим потому что они уже оскомину всем набили эти рейки везде куда ни попадя их пихают это во-первых а во-вторых опять же они стоят дорого то есть ну и же нужно купить обработать а если готовы покупать это еще дороже а еще их нужно наклеить на стену и это стоит блин капец как дорого ну то есть мастер должен заморочиться чтобы красиво их все туда прилепить наклеить за дешево сейчас это никто не делает а здесь эти рейки появляются уже в самой мебели выглядит прекрасно задает тот самый ритм из-за которого любят эти самые рейки поэтому все прекрасно друзья ну и рядом с ним стоит стол обратите внимание какая нога у этого стола это тоже рейки или может быть это даже напоминает аля какой-то шалаш нам африканские в котором там могли бы жить какие-то бедуины это все отсыл к нашей картине это все отсыл к нашей вот этой этно темы которую здесь мы развиваем во всем интерьере обратите внимание на стуле они как бы обнимают сидящего при этом имеют очень оригинальную интересную форму такого красного терракотового цвета один стул мы специально поставили такой деревянный как будто он долбленый из цельного куска дерева как будто это ручная работа он очень красивый и делает такую отсылку к каким-то вы знаете вот этим первобытным культурам когда вот все делалось вручную и здесь такое ощущение что этот стул делался вручную что его там вот прям выколачивали там сидя вечерами где-нибудь у костра и возможно и стол этот сам является каким-то таким местом силы притяжения такое место очага в квартире вот это все складывается в очень красивую историю которая заворачивается вокруг художественного образа то есть картины сам диван обладает такой формой очень мягкой обратите внимание это непривычный вам квадрат как сейчас любят ставить диваны такие бегемоты мы отказались от углового дивана который просто бы загромоздил все пространство мы поставили отдельно стоящий ну так называемый двухместный диван хотя он очень большой там даже четвером можно на нем уместиться легко и поставили противовес им очень интересное кресло посмотрите как будто это какая-то опять же африканская накидка которую вот кинули на какое-то сидение и вот она вот здесь висит с такими ниточками которые висят с узором ромбика все это завязывается в очень интересную композицию и вот здесь я хочу вам задать вопрос на что вы смотрите в этом интерьере что вы разглядываете в первую очередь я могу вам подсказать эта картина это диван это телевизор с картинами за ним это безусловно столовая группа то стол со стульями это буфет за ним и ваш взгляд блуждает вот по этим предметом разглядывая их по очереди этого мы и добивались это называется управление взглядом мы заставляем вас смотреть и разглядывать эти предметы они ремонт поэтому нам не важно какие будут стены даже если они будут неровными это будет нам только на руку это так называемый контраст стены неровные мебель там например кухня ровная и от этого нам будет нам казаться еще краше на фоне неровных стен вот то есть чтобы понять что это прекрасное нужно сделать что-то немножко ужасное но в общем не суть главное мы не смотрим и не разглядываем эти самые стены мы концентрируемся на предметах мебели и в этом еще один совет управляйте взглядом заставляйте смотреть на другие вещи то есть я в этом плане всегда рекомендую использовать живопись в интерьере потому что мы всегда разглядываем картины неважно какие они будут будь этот пейзаж или абстракция я вот лично люблю больше абстракции как в этом интерьере например мы использовали вот эту замечательную картину которую можно очень долго разглядывать находить разные образы что-то себе представлять но конечно картина должна вам нравится вызывать какую-то эмоцию ну как в данном случае из кухни гостиной мы видим прихожую находясь около кухонного гарнитура мы смотрим в проем в стене за которым коридор но собственно коридора мы не замечаем а сразу же наш взгляд устремляется комоду с картиной сверху красивый светильник все это является собой единую композицию до которой наш взгляд пытается дотянуться сквозь этот коридор этот эффект мы создавали специально для того чтобы не концентрировать свой взгляд на коридоре коридоры это какой-то бич современных интерьеров современных пространства сейчас как-то очень странно проектируют квартиры предлагая нам пользоваться какими-то длинными ненужными коридорами здесь мы не смогли избежать пускай он не длинный небольшой но тем не менее он есть и избегали мы здесь его тем что не концентрируем на нем внимание никакого то есть стены покрашены той же краской а потолок ровный даже светильников там нет кстати мы очень долго бодались со световиками которые нас все время убеждали напихать туда светильников в этот коридор я противился и говорил что нам этого не надо абсолютно точно потому что это будет только привлекать внимание мы же реагируем на свет и тянемся туда где светлее а нам этого не нужно поэтому отказались от этого решения и коридор немножечко уходит в тень поэтому взгляд как бы не замечая его сразу проникает в прихожую холл об этом тоже отдельная история прихожая в квартире должна быть нарядной я считаю мы когда заходим сразу же наше настроение должно улучшиться правильно я противник узких коридоров узких прихожих быстрых гардеробов это все что я не люблю и мы всегда стараемся этого избежать собственно и здесь этого тоже избежали если посмотреть на планировку изначально здесь была длинная такая вытянутая колбаса она же прихожая она же коридор со множеством дверей ничего красивого есть из этого сделать было нельзя поэтому здесь мы внесли небольшие изменения в планировку и увеличили прихожую сдвинули стеночку вглубь комнат и у нас получилось квадратное красивое прихожая комнаты от этого никак не пострадали потому что если вы сейчас посмотрите на комнаты вы увидите какой она формы но такой знаете г-образной формы с каким-то аппендиксом кстати знаете зачем их делают их делают для того чтобы комната стала больше по квадратным метрам но это же тоже считается комната а раз больше то вы как бы лучше покупаете ну так считается ну либо 14 метров либо 15 15 всегда лучше чем 14 правда и всем как бы плевать что коридор получился каким-то дурацким а эти аппендиксы фактически вы никак не используете ни в одной комнате не во второй мы их убираем сдвигаем стеночку и получаем красивую прихожую в чем минус минус заключался в том что это деньги и время нужно купить новые материалы а нужно потратить время на то чтобы возвести эти стены но все-таки мы в этом проекте решили пожертвовать и временем и немножко деньгами для того чтобы потом в последующем получать совершенно другое настроение другие ощущения от того интерьера который мы строим но вот порой бывает необходимо внести небольшие изменения в планировку чтобы потом эта квартира радовала вас долгие годы здесь это именно тот случай но оговорюсь если вы в режиме жесткой экономии то лучше избегать любых перепланировок оставлять все как есть итак прихожая в нашей прихожей как ни крути много дверей а если много дверей то это превращается в какой-то возможно парад дверей магазин дверей салон дверей а нам хотелось от этого уйти и избежать вот этой вот дверной истории поэтому все двери покрашены в цвет стены ну точнее наоборот цвет стен покрашены в цвет дверей мы специально выбирали краску под цвет дверей чтобы по цвету это было единообразно и пользуясь тем же принципом только за счет декора мы строили весь этот интерьер то есть у нас есть комод который черный по контрасту и и который мы видим кстати говоря из кухни гостиной именно на него у нас смотрит глаз над ним висит картина и венчает все люстра это все единая композиция в этой самой прихожей который делает ее нарядный комод нам нужен не только с точки зрения красоты но и с точки зрения пользы потому что в нем можно хранить шапки варежки да все что угодно много вещей в прихожей а надо сказать что в клевер парке в их квартирах гардеробные не очень большие поэтому мест хранения не хватает еще здесь есть большое нарядное зеркало любые зеркала украшает пространство но здесь мы к зеркалу подошли не как обычно подходят к зеркалам обычно зеркала клеят на стены очень часто и тогда зеркало исчезает особенно если она во всю стену зеркало просто пропадает она как бы увеличивает интерьер мы видим что интерьера стало больше потому что все отражается но само по себе зеркало как предмет декора пропадает мы отказались от такой истории поставили отдельно стоящие зеркало это местное производство делается в москве но я имел ввиду отечественная очень интересная дизайнерская сделана вручную как бы выдолблено из дерева но как я уже сказал мы весь наш дизайн строили на предметах интерьера и совет для вас по освещению здесь нет ничего сложного есть светильник посередине виде такой люстры и есть четыре накладных светильника которые дают дополнительный общий свет это недорого это быстро поэтому вы можете этим пользоваться и делать просто накладные светильники это сэкономит вам бюджет а выглядеть будет достаточно красиво ванная комната здесь мы шли тем же путем нужно было сделать красиво недорого и делать быстро что такое делать быстро вот нужно с этого наверно начинать это значит не должно быть никаких дорогих решений ну например очень часто в ванную зашивают в короб из плитки мы отказались от такого решения потому что это сложно это дорого мы сделали просто экран от ванны он идет в комплекте это просто акриловый ровный экран который не привлекает к себе внимание и мы его использовали мы использовали простую плитку это плитка керамом рации она среднего формата и нету никакого удорожания по укладке этой плитки на стену если вы хотите использовать крупноформатный керамогранит без швов то это существенно дороже во первых его нужно привести а это отдельная машина во вторых его нужно поднять на этаж а крупноформатный керамогранит например метр на три метра лист в лифт не влазит это значит его нужно поднимать вручную вот представьте если у вас 20 этаж вручную на 20 этаж каждый лист нужно поднять это деньги ну и в третьих это укладка она дорогая она стоит существенно дороже чем укладывать обыкновенную плитку одна часть стены у нас просто крашеная это тоже экономия бюджета ну а другая часть стены это просто мебельные щиты на которые мы навесили унитаз а сверху эти щиты открываются и превращаются в шкафчик это была еще одна из задач многочисленное хранение это тоже один из лайфхаков используйте его здесь нету какой-то плитки дорогой это просто дверки шкафа которые снизу приклеены как плитка а сверху открываются и над унитазом мы совершенно спокойно используем все это пространство для хранения всяких баночек скляночек фенов и прочее это очень важно потому что в ванной много всяких вещей если вы хотите чтобы у вас была красота а прежде всего это порядок а порядок это значит нет всяких разбросанных вещей надо их куда-то прятать вот пожалуйста вам решение шкаф но вся красота у нас концентрируются вокруг раковины с красивым необычным зеркалом виде величка с необычной накладной раковиной и с красивущей тумбой и здесь на этом примере я хочу сказать о том что во первых мы концентрируем взгляд на этом красивом месте а это значит нам не обязательно делать какие-то чудеса на стенах или где-то еще просто самая красивая место это раковина зеркало мы привлекаем сюда внимание и как бы отводим внимание от других частей ванной комнаты это нам позволяет всю красоту и деньги концентрировать сюда хотя и деньги здесь мы тоже сэкономили во первых это тумба которая продается отдельно это не раковина это вам еще один лайфхак раковины продаются всегда задорого то есть вот эти вот тумбы для раковины они всегда дорого стоит а мы купили обыкновенную тумбу которую используют по телевизору или еще под что-то да она не предназначена для ванных комнат но зато она стоит сильно дешево чем мой до дыры которые продаются специально для ванных комнат поэтому там через пять лет когда она испортится можно ее убрать и поставить новую зато мы получили необычный красивый дизайн за небольшие деньги со светильниками такая же история это просто накладные светильники для которых достаточно сделать электро выводы и которым потом подцепить прикрутить светильники это тоже экономия денег и времени во втором санузле мы не стали ничего придумывать мы выложили плиткой зону душевой а там где стоит раковина стены мы просто покрасили и все раковина отдельно стоящая которые вы видите это китайский производитель покупали мы ее за 25 тысяч рублей отдельно стоящая раковина если ее сравнить со стоимостью раковины антонио лупи то можно сказать мы ее взяли вообще за бесплатно ну либо там 300 тысяч либо тут 25 ну пускай 30 тысяч за отдельно стоящую раковину вот такая экономия хотя если выбирать ну конечно я бы взял антонио лупи потому что это дизайн качество и все такое прочее но во время так сказать жесткого бюджета жесткой экономии приходится находить различные решения интересные сверху необычное зеркало которое мы нашли в инстаграме производитель кора они берут просто кусок дерева встраивают туда зеркало и вот тебе необычное зеркало подставка для мыла и еще так это специальная полочка которую мы тоже нашли на просторах интернета стоит она порядка восьми тысяч рублей в противовес другим производителям которые берут за то же самое в два раза дороже в общем завершении хочется сказать следующее друзья можно ли сделать быстро недорого красиво дизайн интерьера вашей квартиры да конечно можно что при этом использовать какие фишки применять я рассказал во первых не используйте никаких дорогих решений в ремонте то что сжирает деньги и время на реализацию этих дорогих решений сконцентрируйте ваше внимание на декоре и на мебели придумайте какую-то идею для вашего интерьера которая поможет создать гармонию используйте правила композиции которые будут помогать вам управлять взглядом отвлекать его от ненужного и привлекать к нужному это вот главные советы которые я хотел до вас донести что касается бюджета конечно потребуется деньги на реализацию любого ремонта дизайнерского не дизайнерского это неважно и как говорится все познается в сравнении поэтому я предвидя то что некоторые могут писать что а это все равно стоит денег это все равно дорого ну конечно для кого-то и это будет дорого но если этот дизайн сравнивать с другими которые вы найдете в инстаграме в пинтересте то он будет стоить существенно дешевле ну а сроки за которые мы его реализовали так это вообще рекордно короткие сроки три с половиной месяца это ремонт и еще сейчас остается буквально там две-три недели на декор мебелью и другими предметами и все заезжай и живи но вот и сравнивайте либо дизайнерский ремонт вы ждете полтора года два года пока его реализуют все привезут сделают либо пять месяцев допускай даже 5 либо дизайнерский ремонт стоит 30 миллионов либо в три раза дешевле поэтому все познается в сравнении если говорить уже о совсем дешевым недорогом то это нужно вам самому ехать магазина брать шпатель в руки и все делать буквально самому поэтому ребята смотря с чем сравнивать пишите в комментариях что думаете по этому поводу понравились ли вам советы что вы использовали в своих ремонтах может быть я о чем-то не рассказал и и вы хотите о чем-то узнать поподробнее пишите в комментариях и возможно я возьму за основу один из ваших комментариев и сниму еще дополнительно ролик но на этом все подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх жмите на колокольчик всем пока да прибудет с вами муза